И уже к нам присоединяется наш следующий участник, и я с огромным удовольствием представляю вам Ирину Лимонову, директора по развитию Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пристань» и директор фонда управления целевым капиталом благотворительной организации «Пристань». И Ирина сейчас поделится своим опытом. Ирин, очень рада вас видеть. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Меня уже представили, поэтому не буду задерживаться, поскольку я хочу в своем коротеньком выступлении осветить опыт создания продукта благотворительной организации, в которой я работаю, и свой небольшой опыт создания собственных продуктов. Итак, начнем с «Пристань». Благотворительная организация «Пристань». Появилась в далеком 2001 году. История этой организации интересна тем, что она, по сути, началась с продукта. То есть первым появился продукт, и только через два года появилось официальное юрлицо. Все начиналось так. Выпускник ленинградского в то время детского дома Александр Крутов вернулся со своего короткого обучения в Америке и решил в Петербурге продолжить работу с ребятами из детских домов. И решил помочь им стать такими, каким он стал. Самостоятельным, уверенным в себе. На тот момент он уже достаточно уверенным был. И собрал вокруг себя группу энтузиастов, и они начали посещать детские дома. Привозили тортики, проводили игры с ребятами, а потом садились в машину. И прежде чем уехать домой, плакали. Потому что понимали, этого недостаточно. Тогда друзья Алекса, которые, в общем-то, были достаточно образованными людьми, там среди них была семейная пара. Он руководитель, она психолог, и тоже руководитель. Решили поисследовать его потребности, как представители целевой аудитории, чтобы понять, какой продукт создать и сфокусироваться на небольшом количестве ребят, но на качественном вложении в их жизнь. Они стали расспрашивать его, чего тебе не хватало. Если бы ты был в возрасте 10-12 лет, что бы ты хотел, чтобы в детском доме было? Какую помощь ты бы хотел получить? Какие навыки развить? Как бы они изменили твою жизнь и так далее? И таким образом, поисследовав, в общем-то, жизнь ребят, которых они уже знали, и самая главная потребность Александра, как выпускника детского дома, они решили создать жилую программу для выпускников детских домов на базе социальных гостиниц. То есть это квартиры, в которых ребята могут пожить после детского дома год, два или три, кому сколько нужно, и адаптироваться к самостоятельной жизни, научиться всему тому, что нужно знать и уметь взрослому человеку для того, чтобы как-то обустроиться и хорошо реализоваться в обществе. И сначала продукт появился, в общем-то, совместно с другой благотворительной организацией. Это был приют «Жизнь», поэтому на их территории открыли программу для девочек сначала. И я помню хорошо это время, поскольку была одним из первых волонтеров, программа сработала, продукт сработал. Так, у меня презентация не хочет переключаться по какой-то причине. Так, давай, работай. Но самое главное, что продукт оказался рабочим, решили продолжать развивать его дальше, и он существует до сей поры, собственно говоря. Потом стали появляться другие программы, которые тоже основывались на потребностях ребят из детских домов. Давайте я оставлю экран таким образом, чтобы можно было легко переключаться, тогда ничего не будет тормозить. Да, программа «Десять узлов» она теперь называется. Это жилая программа для выпускников детских домов. Она в прошлом году пережила репрендинг. И «Десять узлов» – это десять навыков символических, которые ребята развивают, находясь на курсе социальной адаптации у нас. Потом появился творческий центр. Когда увидели, что ребятам, которые находятся еще в детском доме, катастрофически не хватает контакта со значимыми взрослыми, и не хватает практических навыков, знакомства с профессиями, решили открыть центр, в котором ребята бы развивали свои навыки и знакомились с профессиями. И так в 2008 году появился творческий центр, через который проходит еженедельно больше ста детей. Кроме того, что они знакомятся с разными профессиями, могут попробовать все ручками. Они получают внимание, поддержку, опять же, эмоциональный контакт, контакт с собой, эмоциональное развитие в том числе. И ребята выходят из детского дома более такими осознанными, гармоничными, умеющими опираться на себя и на свой потенциал. В 2018 году появилась программа «Больше чем спорт». И опять она появилась из потребностей наших ребят, потому что выпускники детских домов стали спрашивать, а где можно поиграть в футбол. Мы бы хотели поиграть в футбол, у вас есть наставники и так далее. Наш руководитель жилой программы, который сейчас директор, занимался с ребятами какое-то время, но поскольку он сам не спортсмен, то это было не очень так развито. Но потом у нас появился прекрасный наставник в жилой программе, который, собственно говоря, уже открыл собственную некоммерческую организацию спортсменов-любителей, которые поддерживают тех, кому трудно. И мы с ними создали программу «Больше чем спорт». В 2018 году ее запустили, потестировали с помощью гранта. Опять она хорошо зашла, я бы даже сказала, выстрелила. И она у нас продолжает развиваться дальше. Сейчас она разрослась до трех направлений, кроме футбола появился волейбол и фехтование. Программа «Жемчужина», программа помощи семьям в трудной жизненной ситуации тоже родилась из потребностей наших благополучателей. Поскольку стали приходить за помощью выпускницы детских домов, которые, ну вот не получили они поддержки в свое время, и они уже обзавелись детьми и попали в трудную ситуацию, и в такую трудную, что вот-вот этих детей могут из семьи изъять. Ну и получится опять повторение круга сиротства. Мама окончила школу и детский дом, и ребенок туда же попало, а мама с горя, ну с ней может много плохого случиться. Поэтому программа у нас такая появилась для того, чтобы помогать одиноким мамам, опять же, адаптироваться к самостоятельной жизни, выйти из кризиса и сохранить детей. И на данный момент ни одна семья не потеряла своих детей. Мы очень гордимся тем, что более 80 у нас выпускниц этой программы. Может быть, это не так много, но зато качественные результаты нас очень радуют. Что делает пристань, по сути, на чем основан ее продуктовый подход? Она разрывает порочный круг сиротства, и она работает с сиротами на разных этапах их жизни. Когда сирота ребенок, там подросток, когда взрослый. И вот здесь наши программы, название программ, продуктов наших, которые нацелены на то, чтобы этот круг сиротства разорвать. Вот. И про жилую программу хочу еще сказать. Я уже сообщила, что она пережила у нас трансформацию. И по сути, она осталась той же самой, но упаковочка сменилась, она стала более интересной, более понятной. Мы еще тут зашили морскую тематику, тоже в упаковку. Посмотрите, как интересно получилось. Программа «Десять узлов» – это как 10 морских узлов, которые должен выпускник детского дома завязать, прежде чем выпуститься из программы и начать самостоятельную жизнь. Это у нас путь от юнги до капитана. «Десять узлов» – это 10 навыков, 10 сфер, так скажем, жизни, в которых ребята проходят подготовку. У них из них ничего такой, в котором они отмечают тоже, как у них продвигается по завязыванию узлов. Это здоровье, гигиена, бытовая сфера, образование, досуг, социальные навыки и так далее, и так далее. Финансовой грамотностью все оканчивается. Самый трудный узел. Да, поэтому у нас, в принципе, что я могу сказать про пристань, про ее продуктовый подход. Он у нас, наверное, не начинался с чего-то, ну, прям там с каких-то крупных рыночных исследований и так далее. Но, в общем-то, все начиналось достаточно грамотно, потому что правильные люди оказались в начале, да, на старте программы, на старте организации. И, в общем-то, у нас на вот этом продуктовом подходе, по сути говоря, мы едем и выдаем достаточно высокий социальный эффект. 90% выпускников наших программ успешно адаптируются к самостоятельной жизни. И этому мы радуемся. Чуточку расскажу про себя. Я директор по развитию, отвечаю за фандрайзинг, за коммуникации. И у меня есть свой спектр услуг для моих коллег из некоммерческих организаций. Больше всего мне помогло как руководителю и как фандрайзеру продвинуться освоение двух сфер, так скажем, коучинга и эмоционального интеллекта. Поэтому я позиционирую себя, да, и предлагаю услуги своим коллегам-коучам, коучам для руководителей, коучам фандрайзеров. Поскольку хорошо понимаю, с чем они сталкиваются, хорошо понимаю сферу, в которой они работают. И могу с помощью инструментария, которым тоже хорошо владею, их поддержать. Вот. У меня пока все в таком стартовом состоянии достаточно, но уже появились два таких промо-продукта. То есть возможности поработать со мной про бона. Я планирую это, вам первым делюсь, еще даже не анонсировала это. Стратегический мастер-майнд для некоммерческих организаций Петербурга, дважды в год его проводить. Потому что знаю, что многим сложно бывает выстроить правильную стратегию, подобрать инструменты фандрайзинговые под нее. Это то, что я хорошо умею, и я бы хотела, чтобы мои коллеги тоже этому научились. И в рамках мастер-майда это как раз можно делать. И еще групповые коуч-сессии для фандрайзеров. Это мы уже начали вместе с клубом фандрайзеров. У нас был первый опыт, и очень хорошо это все зашло. Я сама тестировала, да, такой формат. Было очень интересно проводить коуч-сессию именно по фандрайзинговому запросу. У каждого, кто записался, было полчаса. То есть это очень коротенькая, конечно, сессия, но тем не менее. Остальные могли поприсутствовать и понаблюдать, не включаясь, да, просто как участники. И мне было дико приятно, когда две недели назад я была на встрече клуба руководителей эндаументов Эрмитажа. Ко мне подошла девушка из Москвы, с которой я не была знакома, но она была знакома со мной, потому что она была на вот этой групповой коуч-сессии и поблагодарила за инструменты, которые она там взяла, да, взяла в свою работу, которые ей теперь помогают в работе с клиентами. Поэтому я, конечно, очень хочу это продолжать. Вот. И у меня еще есть продукт, тоже он пока в стартовом состоянии, но он меня прям очень драйвит. Я даже название ему придумала, это птица Феникс. Птица Феникс как символ навыка, да, я вот думаю, что на самом деле мета-навык такой человека 21 века – это умение выгорать, и некоторые вещи должны прогореть до конца и восстановиться. Тут все говорят про профилактику выгорания и так далее. Это очень важно, но жизнь настолько динамичная, настолько много всего происходит, что нам приходится просто переключаться дикое количество раз, и с выгоранием мы сталкиваемся, ну, как бы нам этого не хотелось избежать. Поэтому вот этот навык, который, опять же, я развела в себе, способность восстанавливаться из собственного пепла в новом качестве, я очень хочу, чтобы он стал привилегией руководителей некоммерческих организаций, ну, и вообще всех, кто, собственно, работает в благотворительности, фандрайзеров, потому что это тоже такая очень на грани выгорания, да, профессия, вот. И тут, конечно, помогает и осознание своих эмоций, эмоциональная компетентность определенная. Поэтому у меня появился канал, который так и называется, в Телеграм-канал Птица Феникс, в который я собираю пока материал, это то, что я не выкладываю в общее пространство, материал для будущего курса, онлайн-курс планирую, ну, и, собственно говоря, ко мне можно записаться на коуч-сессии. Вот, это вот такая вот моя презентация. Здесь пока все еще в таком немножко общем состоянии. И, смотрите, еще похвастаюсь, так выглядит вот прям свеженькая обложка сообщества ВКонтакте. Она там тоже у меня про баланс, про выгорание. Как восстановиться после выгорания, как поддерживать жизненный баланс, да, life work balance. И как появился у меня, собственно говоря, этот продукт, он появился изнутри меня. То есть здесь я исходила из себя и из своих собственных потребностей, как руководителя НКО, как фандрайзера, и из потребностей тех людей, с которыми мне уже удалось повзаимодействовать. Я провожу коуч-сессии, я радуюсь, вижу, что это полезно, интересно, помогаю, что... Ой, радуюсь, что я могу помочь и планирую развивать эти продукты дальше. Ну, а в целом птица Феникс, если будет развиваться так, как я хочу, то это будет такой комплексный блок, так скажем, разных программ, потому что... ну, которые способствуют антивыгоранию, что ли, или восстановлению из пепла, если уж выгорание случилось. Потому что выгорание обусловлено таким огромным количеством факторов. Здесь и организационные какие-то моменты, да, насколько хороша атмосфера в организации, насколько в ней комфортно работать, насколько отстроены бизнес-процессы в конце концов. Потом навыки тайм-менеджмента. Есть психология здесь, есть работа с телом, есть стресс-менеджмент. Поэтому тут целая линейка продуктов образуется. Но я, конечно, это все буду тестировать, запускать в каком-то мини-формате, смотреть, насколько это откликается, насколько это полезно, дотачивать и развивать дальше. Спасибо большое. Я закончила. Да-да-да. Мы же не в зале, поэтому я так сразу не могу включиться, мне кнопочки надо успеть нажать. Да, понимаю. Спасибо большое. Я, знаете, хотела про что вас спросить. Вот вы рассказали об интересных личных продуктах как тренера, которые могут быть полезны, да, и которые в том числе, наверное, наработались благодаря вашей работе в организации, да, вот этого опыта, умения и построения продуктов в организации. Попутно часто мы еще наращиваем наши компетенции как эксперта и, соответственно, формируются такие продукты наши экспертные. А вот можете немножко, вот про то, как вы их упаковываете, вот мы уже увидели, да, вашу презентацию, которая будет допилена, значит, группа ВКонтакте. А как вы считаете экономику этого продукта, да, то есть есть какой-то подход к ценообразованию и к тому, кому пробона, а кому за деньги? Ну, пробона здесь просто ограничено временем, на самом деле, здесь не кому пробона, кому за деньги, а пробона просто у нас, ну, как, ограниченный формат и ограничено время, поэтому если хочется более глубокой работы личной, да, и которую там не озвучить на групповой сессии, то лучше, конечно, ну, вот после, кстати, этого марафона, да, несколько человек не записалось вот в индивидуальную работу, коучинг. Вот, а так абсолютно любой может пробонно попробовать, потестировать, собственно говоря, мои услуги, либо там со мной, как с экспертом познакомиться. Вот, я благотворитель тоже и спасатель мозга костей, приходится тоже себя притормаживать, что я могу отдать, а что, ну, бесплатно и сколько, да, самое главное, вот мне себе, мне не жалко, но самое главное с собой договориться, что вот столько я могу вложить сапрабона, а все остальное я исхожу и стоимость коуч-сессии своей, ну, программа, соответственно, там стоимость коуч-сессии несколько снижается, вот я рассчитываю так, пока экономят продукты. Ну, и ориентируясь на себя, на свои ощущения, то есть за сколько я готова работать сейчас на данный момент. Ну, то есть я ориентируюсь на некие рыночные там цены. Если тренинг, то сколько у других тренинг стоит, сколько вот у меня сейчас, и то есть я соизмеряю пользу и, ну, ценность ценой, что ли, да, насколько уверена я себя чувствую в этой теме сейчас, но начинаю с небольшого, а потом постепенно наращиваю цену. Спасибо. Ну, вот, слышно меня, да? Вот еще, наверное, могу поделиться, я не успела про это сказать, но вот мы для себя тоже, когда думали про продукты, что из них должно быть платным, а что бесплатным, то в этом отношении мы, например, в том числе исходили из приоритетов наших стратегических. Ну, например, там, консультирование у нас для Архангельской области бесплатное, потому что наша стратегическая, некоммерческая организация Архангельской области, у нас стратегическая целевая группа, и здесь уже неважно, нашли мы на это ресурсы или не нашли, мы ради этого работаем, поэтому вот здесь спасатели-благотворители, это вот, вот это, это ситуация. А некоммерческие организации из других регионов России, мы с удовольствием их консультируем, но когда у нас на это есть ресурсы или вот те самые благотворительные силы, да, вот если нет, к сожалению, тогда мы, ну, тогда мы можем предложить платные, да, если это прям какая-то специфическая тема, тогда это могут быть платные варианты, ну, или, например, тогда мы вот часто говорим, что, уважаемые коллеги, вы можете этим у нас воспользоваться, но заложите это, пожалуйста, тогда в свои проекты, да, то есть найдите на это ресурсы сами. Мне кажется, это такой важный вопрос, который, ну, стоит и важно обсуждать, и вот прям транслировать, потому что часто мы не транслируем это, и люди, может, и хотели бы заказать и заложить в какой-то проект ваш, сейчас особенно, сейчас достаточно много возможностей, да, повышать квалификацию, в том числе есть прям специфические конкурсы на повышение профессиональной мобильности, но предложений на этом рынке фактически вот таких упакованных с ценой, с пониманием того, что будет в конце, нет, то есть экспертов много, у каждого из нас в голове лежит куча всего, а упакованного продукта, как такового, на рынке очень мало. А как вы, у нас чуть-чуть немножко времени еще есть, поэтому задам вам вопрос, пока не вижу, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, в чате задавайте, и я их перетранслирую Ирине, а пока вы еще ничего не задали в чате, я тогда сама спрошу, а вот каким образом, как вы продвигаете свои продукты? Ну вот здесь площадка силы вместе, да, и можно рассказать ресурсным центрам, что вот, например, у нас есть, у меня есть вот такие вот услуги, да, для специалистов. А как еще? Ну, социальные сети, фейсбук у меня был, да, такой профилирующий, поскольку там площадка, поскольку там основные контакты из благотворительности. Вконтакте сейчас, фейсбук, он достаточно лимитирован на данный момент, но я его не списываю со счета. Телеграм-канал, ну, соцсети, по сути, да, соцсети мессенджера. И, ну, опять, мое личное там участие в каких-то мероприятиях, то есть когда я могу об этом сказать, я говорю об этом, когда это уместно, когда это там полезно и интересно. Инициатива, например, у меня появилась про бонусессии, да, я написала Анастасии Ложкиной там после 24 февраля, да. В ковидное время я такие проводила, на своей страничке публиковала информацию, ко мне записывались на сессии. И здесь совместная такая инициатива появилась. Над сайтом тоже работаю над своим. Ну, в основном это вот, наверное, какое-то присутствие в сообществе, когда тебя знают в каком-то качестве, что к тебе можно обратиться по этому поводу. Спасибо. Спасибо огромное. Коллеги, если вдруг есть вопросы, пожалуйста, задавайте, вы можете их в чате задать. Да, я вижу комментарии с просьбой без англицизмов. Мы стараемся, но это профессиональные термины, и от профессиональных терминов никуда не уйдешь. Поэтому, да, пожалуйста, вот есть запрос дать ссылки и на организацию, и на продукты. И мы, да, сделаем это сейчас в чате. Ирина, вы дадите, пожалуйста, ссылочки, и мы все это в чат отправим. Вот. Ну, а пока у нас чуть-чуть еще есть, если вопросов нет, мы тогда, наверное, Ирина, благодарим вас за очень интересную информацию. И хочу тоже обратить внимание, что из тех программ и продуктов, о которых Ирина говорила, и это очень важная вещь. Мы когда говорим о ресурсных центрах, мы чаще всего говорим про многопрофильные ресурсные центры, которые вот как раз консультируют, обучают, информируют некоммерческие организации в своем регионе по всем сразу темам. Но у нас очень многие ресурсные центры имеют специфические продукты, тематические, проработанные, методически проработанные, которые могли бы быть интересны некоммерческим организациям в ваших регионах. И вот мне кажется, очень важно вот так знакомиться и понимать, что вот есть ресурсные центры, у которых есть не просто для широкого спектра НКО какой-то продукт, а для НКО, которые, например, там работают с детьми. И это тоже очень важно, обмениваться вот такими специфическими продуктами, потому что мы как ресурсники прям ощущаем в последнее время, что от некоммерческих организаций идет не просто запрос про то, как мне жить или как мне работать, а конкретный запрос про то, мы работаем вот с этой целевой группой, помогите найти интересный опыт, интересные практики и тех, кто меня может быть для меня ресурсом по узкой тематике моей целевой группы. И вот это, мне кажется, очень важно, нам между собой так знакомиться и знать о таких наших продуктах немножко специфических. Поэтому, Ирина, огромное спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что мы еще много раз встретимся на разных площадках силы вместе. Сейчас мы ждем следующего нашего эксперта. А пока у нас есть чуть-чуть времени, то я хочу напомнить вам, что у нас есть сегодня такая специальная площадка для знакомства. И те, кто немножко позже к нам подсоединился, сейчас одну секундочку я прямо ее открою и покажу. Я тогда прощаюсь, Марина. Ирина, спасибо огромное. До свидания. Хорошего вам дня. Я надеюсь, что вы не отсоединяетесь совсем, а просто переходите... Нет, нет, я могу и самоучастников следить, да? Да, да, да. Переходите в другой формат, формат участника. А я сейчас хочу... Спасибо. Не могу никак открыть. Да, чисто до свидания. До свидания. Сейчас я открою. Что-то такое у меня прям зависло. Сейчас вам еще раз скинут в чат ссылку на наш подлет. Это те, кто не успели, не присоединились к нам в самом начале, вы сможете это сделать сейчас. По этой ссылке вы можете зайти на сайт подлет. Сейчас, одну секунду, я вам его открою. Что-то у меня тут немножко сбилось. Вот, наконец, все стало хорошо. И, соответственно, вы можете сейчас зайти по этой ссылке. Те, кто к нам присоединился в процессе уже нашей работы, в нижнем правом углу, простите, лево-право путаю сегодня, в нижнем правом углу нажимаете плюсик, у вас появляется вот такое окошечко. Там, где написана тема, можно написать ваше имя и фамилию, можно прикрепить здесь свою фотографию, нажав, надо снять фото. А там, где написано, напиши что-нибудь чудесное, напишите, пожалуйста, вашу должность, вашу организацию, можно поставить ссылки на сайт. То есть, фактически, это ваша визитная карточка, которая будет у нас на вот этой странице останется. И по той ссылке, которая у вас сейчас есть, вы всегда сможете зайти и посмотреть ваших коллег, которые были вместе с вами на марафоне «Сила вместе». И если вам будут нужны контакты, то вы сразу сможете эти контакты найти. Кстати, свою карточку личную вы можете всегда редактировать, поэтому в любой момент сможете, если вдруг сейчас нет фотографии или нет ссылки, всегда сможете присоединиться и, соответственно, и здесь все поправить или дополнить.